Впервые в жизни иду на педикюрник русскоговорящему мастеру про для того, чтобы опустить ноги в таз бурлящей водой и посидеть на массажном кресле. Итак, мы с подругой решили сходить на педикюр и как вы уже слыхали, что в Америке дела с бьюти сервисом обстоят очень плохо. Я об этом знаю не понаслышке. Стандартный для таких случаев салон с 10-12 креслами, где два работника работают в четыре руки. Мы пришли рано утром, поэтому весь салон был только для нас. Работник распаковал свой чемоданчик с инструментами, но, насколько я увидела, они не были запечатаны отдельно в упаковке. Надеюсь, они были стерилизованы до нашего прихода. Они тщательно обработали мне пятки и убрали предыдущий гель-лак машинкой. В этот раз я решила оказаться от гель-лака и выбрала обычный лак для покрытия. Педикюр включал в себя массаж, однако мне сделали лишь короткое скрабирование ног в течение 30 секунд. Нанесенный лак высыхал около 45 минут, но когда я проверила его, он немного слез. Если бы я знала, что он так долго будет сохнуть, я бы предпочла гель-лак. Кресло с массажем было приятным бонусом в это время, также предложили воду. Цены варьировались от 30 до 80 долларов в зависимости от выбора покрытия и массажа. Результат смотрите сами, стоит ли он тех денег.